Вот 8 участников сегодняшней игры. Из них только один сможет забрать денежный приз размером до 400 тысяч рублей. Остальные покинут студию ни с чем. По мере того, как раунд за раундом, команда назовет их слабым звеном. В эфире игра «Слабое звено». Каждый из 8 участников, находящихся сегодня в студии, может заработать до 400 тысяч рублей. Они не знают друг друга, но если хотят выиграть большой приз, они должны стать командой. Семеро из них уйдут отсюда ни с чем, ведь раунд за раундом мы будем терять игроков. Тех, кого команда назовет слабым звеном. Вот эта команда. Александр, 24 года, Тамбов, охранник. Владимир, 51 год, поселок Павловск, Кипермская область. Свободный художник. Сергей, 34 года, Москва, лингвист. Алексей, 29 лет, Екатеринбург, начальник отдела. Семен, 22 года, Новосибирск, студент. Ирина, 44, Москва, учитель. Андрей, 46 лет, Звенигород, кинолог. Ольга, 36 лет, Москва, домохозяйка. Теперь правила нашей игры. В каждом раунде вы можете выиграть до 50 тысяч рублей за ограниченный период времени. Самый быстрый способ этого — это выстроить цепь из 8 правильных ответов и отправить в банк заветную сумму. Если вы ответите неверно, вы разорвете цепь правильных ответов и потеряете деньги, заработанные командой в этой цепочке. Но если вы успеете сказать слово «банк», до того, как будет задан вопрос, вы сохраните деньги, однако цепь ответов начнете строить заново. Помните, что в каждом раунде вашим выигрышем становятся только те деньги, которые вы успели положить в банк. Эта сумма переходит с вами в следующий раунд. Сумма заработала в каждом раунде денег и составит конечный выигрыш. На первый раунд у вас 2,5 минуты. И мы начнем с игрока, чье имя первое по алфавиту. Это вы, Александр. Итак, играем в слабое звено. Первый вопрос стоит 1000 рублей. Время пошло. Александр, Кадми, это металл или не металл? Металл. Верно. Владимир. Какому поэту принадлежат стройки там на неведомых дорожках следы невиданных зверей? Пушкину. Верно. Сергей. Француз Эжен де ла Круа. Художник или композитор? Художник. Верно. Алексей. Каким английскими словосочетанием называют магазины беспошлины торговли, расположенные в аэропортах? Дьюти-фри. Верно. Семен. Банк. Какая порода комнатных собак получила свое название от китайской столицы? Китайцы. Верно. Ирина. Хоккеист Валерий Харламов играл в составе ЦСКА или Динамо? ЦСКА. Верно. Андрей. Назовите президента Франции, имя которого носит Национальный центр искусства и культуры в Париже. Достан. Неверно. Жорж Помпиду. Ольга. Какой термин в географии произошел от двух греческих слов, в переводе означающих вода и шар? Бедросфера. Верно. Александр. Представителем какой профессии посвящен телефильм «Убойная сила»? Милиционеры. Верно. Владимир. Название какого района Москвы вошло в заглавие оперета Шостаковича? Пас. Черемушки. Сергей. Как называется устройство в виде металлизированной пленки для движения космического аппарата с помощью давления солнечного излучения? Пас. Парус. Алексей. Как называется четырехугольник, каждый угол которого имеет 90 градусов? Квадрат. Верно. Семен. Каким словом немецкого происхождения называют несостоящего на службе в армии гражданского человека? Волонтер. Неверно. Штатский. Ирина. Какое сражение произошло 26 августа 1812 года на территории современного Можайского района? Бородинская. Верно. Андрей. Из орехов или ягод делают марципан? Орехов. Верно. Ольга. В каком виде спорта прославился тренер Станислав Жук? Фигурное катание. Верно. Александр. Банк. Персонажем какой пьесы Шекспира стала Гертруда, королева датская? Гамлет. Верно. Владимир. Редактором рейнской газеты был Маркс или Энгельс? Маркс. Верно. Сергей. Какое общее название получили руды, состоящие преимущественно из сернистых минералов? Колчеданы. Верно. Алексей. Шевалье это французский или испанский дворянский титул? Французский. Верно. Семен. Мозовите шведского химика, который ввел в употребление термин динамит. Нобель. Верно. Ирина. Банк. Великаны циклопы, персонажи греческой или римской мифологии? Греческой. Верно. Андрей. Как называется внутренняя оболочка глаза, осуществляющая первичную обработку зрительного сигнала? Сетчатка. Верно. Ольга. Муфлон. Это животное рода коз или баранов? Коз. Неверно. Баранов. Александр. Инжир или малину, иначе называют винной ягодой? Инжир. Верно. Владимир. Вскусство. Время вышло, и я не успеваю закончить вопрос. Вы положили в банк сумму в 36 тысяч рублей, хотя могли заработать 50 тысяч. Кто не сумел собраться для игры? Кому подходит лозунг «медленнее, ниже, слабее»? Один из вас должен уйти ни с чем пришло. Время определить самое слабое звено. В первом же раунде игрокам удалось выстроить цепь из 10 правильных ответов. Но они не достигли максимального выигрыша, часто сбрасывая деньги в банк. По статистике сильное звено – Александр. Все четыре его ответа были верны. Слабое звено – Андрей. Но посмотрим, как проголосует команда в самом начале игры. Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Владимир. Андрей. Владимир. 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 Андрей. Ольга. Андрей. Алексей, чем вам не понравился Владимир? Я отпускаю свободного художника на свободу с чистой совестью. А почему вы считаете, что его совесть чиста? Не успел никого выгнать. То есть ваша совесть? Уже нет. И как же вы дальше будете играть с таким грузом? Пока это не груз. То есть совесть вас не мучает? Нет. И тем не менее, по результатам игры, почему вы выбрали Владимира? По-моему, он не ответил на один из вопросов. Он был единственный, кто не ответил на один из вопросов? Возможно, нет. Но я запомнил его. Чем вы его запомнили? Мне запомнился его неправильный ответ. Все остальное вы не запомнили? Да. На какой вопрос он не ответил? Не помню. Как же вы играете? Я играю за себя. Здесь команда. Если вы будете играть только за себя, далеко не дойдете. Сергей, многие игроки говорят, что пожаловали к нам за острыми ощущениями. А вас что привело? Будет что внукам рассказать. И что же вы расскажете своим внукам? Покажу им видеозапись этой игры лет через 20-30. Скажу, это я. Вот и все. Вот за этим я сюда и пришел. Может быть, не стоит внукам показывать ваш провал? Уже поздно. То есть вы уже провалились? Я так не считаю. Зато статистика говорит о том, что вы играли не ахти. Ну, а почему написали Владимиру? Пальцем в небо попал. Боюсь, что недолго вам придется играть, если вы будете так тыкать пальцем в небо. Вольный художник Владимир. Команда дает вам полную свободу. Вы самое слабое звено. Прощайте. Если у Алексея не содержится никакого мнения вразумительного обо мне, то у меня тем более Сергей непонятно зачем пришел. После того, как я послушал, что бы мне сказали эти мужчины, я буду болеть за женщин и против мужчин, которые недостойны, мне кажется, в этой игре победить. И даже дойти до финала. Раунд второй. И у вас в банке сумма в 36 тысяч рублей. Хотя могло быть 50 тысяч. Осталось 7 игроков. Этот раунд будет короче предыдущего на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Александр. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Александр, термин сюрпляс используют в велоспорте или хоккее? Велоспорт. Верно. Сергей. Кого из легендарных руководителей анархического движения называли батькой? Махно. Верно. Алексей. Какого цвета в знаменитой песне «Битлз» была подводная лодка? Желтая. Верно. Семен. Литература. Клуб железнодорожников или милиции был построен на драгоценности тещи Воробьянинова? Железнодорожников. Верно. Ирина. Банк. Взовите страну, космический спутник которой сделал первый вход на невидимой страны Луны в 59-м году. Соединенные Штаты Америки. Неверно. СССР. Андрей. У истока какой реки была заложена крепость Шлиссельбург? Неман. Неверно. Нева. Ольга. В каком фильме Олег Меньшиков сыграл вместе с актрисой Катрин Денёв? Сибирский цирюльник. Неверно. Восток-Запад. Александр. Каким словом латинского происхождения в Советском Союзе называли тех, кто был не согласен с господствующей идеологией? Диссидент. Верно. Сергей. Форму какой части лица исправляют при ринопластике? Нос. Верно. Алексей. Начало коллективизации в СССР относится к 20-м или 30-м годам? 20-м. Верно. Семен. Закончите пословицу. Один в поле. Невоин. Верно. Ирина. Банк. Какой химический элемент обозначается латинской буквой «дубль Б»? Вольфорем. Верно. Андрей. Иприт впервые был применен в Первую или Вторую мировую войну? Первую. Верно. Ольга. В какой стране родился теннисист Борис Беккер? Германия. Верно. Александр. Банк. Миллион каких цветов в песне Аллы Пугачёвой подарил художник-актрисе? Аллые розы. Верно. Сергей. Назовите главу католической церкви. Папа Иоанн Павел Второй. Верно. Алексей. Какая планета Солнечной системы, кроме Меркурия, не имеет спутников? Плутон. Неверно. Венера. Семён. Инфология. Мегера – это богиня мести или любви? Это богиня мести. Верно. Ирина. Какой весенний месяц дал название одной из разновидностей жуков? Май. Верно. Андрей. Пихта – это хвойное или лиственное растение? Хвойное. Верно. Ольга. Верно. Какой персонаж в мультфильме о Винни-Пухе потерял собственный хвост? После Пиа. Верно. Александр. Напитки, называемые дежестивы, подают до или после еды? После. Верно. Сергей. Бан. Назовите имя святого, который является покровителем и Великобритании, и Москвы. Георгий. Верно. Алексей. Бан. Что вычисляют у прямоугольника, если перемножают длину двух смежных сторон? Площадь. Верно. Время вышло. Вы снова упустили возможность заработать 50 тысяч рублей. На этот раз вам удалось положить в банк 46 тысяч. Кто пытается смешать все карты команды? Кто устраивает вавилонское столпотворение? Один из вас должен уйти, с чем пришло время определить самое слабое звено. Сильное звено Сергей. Отвечал верно и отправил в банк 20 тысяч рублей. И второй раунд подряд Андрей слабое звено. Но отразит ли голосование статистику? Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Алексей. Ирина. Ирина. К сожалению, Ирина. Алексей. Ольга. Андрей. Андрей, вы любите собак? Да. Наверное, потому что не любите людей. Ну, это не совсем так. Конечно, чем больше знаешь людей, тем больше любишь собак. Эта фраза не совсем ко мне. Так вы любите людей или не любите? Люблю особенно маленьких. Когда вырастают, там уже сложнее. Любите только маленьких. А больших не любите? Больших иногда. И противоположного пола. А вы женаты? Белла. Трижды герой Советского Союза. Трижды? Да. Тогда понятно, почему вы не любите людей. А за что вы так Ольгу не полюбили? Нет. Я, наоборот, вот здесь глазки строю. А потом, так сказать, с другой стороны, она ближе. А я левым луком лучше слышу. Ну, так сказать, когда отвечает, остальных вроде как затуманит. В связи с осложнением наук, то она, получается, слышимость у нее лучше. До меня. А потом же на остальных покажешь пальцем, они же вон какие высокие. Побьют после передачи. Опять же. В затуманенном состоянии играть вам будет непросто. Алексей, а вы за что не любите людей? Я люблю хороших людей. А Ирина плохая? У меня со школы предубеждение к учителям литературы. У вас двойка по литературе была? Четверка. Не понимаю тогда. Ну, я был круглым отличником, поэтому четверка для меня это... Ну, удача. Какой же вы круглый отличник, если у вас четверка по литературе? Вот. Кроме этого предмета. Может быть, это вы виноваты, а не учителя? Ну, естественно, я тоже виноват. Ну, зачем же тогда винить в этом Ирину? Ну, ничего личного. Только что вы объяснили это вашим личным отношением к учителям. Но не к Ирине. Почему же тогда выбрали Ирину? Ну, надо же кого-то выбрать. Один пальцем в небо тычет, другой звезды считает. Ну, и команда собралась сегодня. Учитель Ирина, отстающие ученики будут вами гордиться. Вы самое слабое звено. Прощайте. В первом раунде я вычеркнула Андрея, потому что он как-то явно слабее. А во втором раунде я вычеркнула Алексея, и, как выяснилось, неспроста, потому что у него ко мне тоже, видимо, оказались личные счеты, связанные с такими тяжелыми вспоминаниями детства. Вероятно. Я просто попала под горячую руку. Раунд третий. И вас в банке 82 тысячи рублей. Хотя могло быть 100 тысяч. Осталось только 6 игроков. Раунд будет короче еще на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Сергей. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Сергей. При какой императрице служил канцлером Алексей Бестужев-Рюмин? Екатерина II. Неверно. При Елизавете Петровне. Алексей. Назовите государство, на территории которого находится знаменитый Тракайский замок. Венгрия. Неверно. Литва. Семен. Какая героиня Шарля Перо стала главной героиней Палета Прокофьева? Красная шапочка. Неверно. Золушка. Андрей. Какой актер исполнил роль Шелленберга в телефильме «17 дновений весны»? Дваков. Верно. Ольга. Закончите пословицу. В здоровом теле здоровый дух. Александр. Религия. Что в переводе с греческого означает слово «евхаристия»? Причастие. Верно. Сергей. Назовите автора песни «Ты у меня одна». Пас. Юрий Висбор. Алексей. Назовите родившегося в 19 веке родоначальника современных олимпийских игр. Тьерда Кубертен. Верно. Семен. Какой титул индийских правителей переводится с санскрита как «царь»? Раджа. Верно. Андрей. Назовите королевство, большая часть которого расположена на полуострове Ютландия. Даня. Верно. Ольга. Банк. Назовите мельчайшую частицу химического элемента, состоящую из ядра и электронов. Атом. Верно. Александр. Назовите рукокрылых млекопитающих, кроме летучих собак, опыляющих большие цветки баобаба. Крыла. Летучая лисица. Неверно. Летучие мыши. Сергей. Аристотель был воспитателем Александра Македонского или Гая Юлия Цезаря? Македонского. Верно. Алексей. Равны или неравны? Синус и косимус, угла в 45 градусов. Равны. Верно. Семен. Как называют и место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку и сторожа у ворот? Привратник. Верно. Андрей. Какая краска имеет минеральное происхождение? Басма или сурик? Басма. Неверно. Сурик. Ольга. В хоккей с мячом или с шайбой в команде 11 игроков? С мячом. Верно. Александр. Какое растение иначе называют кошачьей травой? Полынь. Неверно. Валерьяна. Сергей. В каком виде театрального искусства прославились Серж Лефарь и Анна Павлова? Балер. Верно. Алексей. Моряком и полярным исследователем был Колчак или Деникин? Моряк. Время вышло. Правильный ответ. Колчак. Вам удалось положить в банк 6 тысяч рублей. Чей великий почин закончился пшиком? Кто бестолку вертится, как белка в колесе? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Сильное звено Ольга. Только она в этом раунде отвечала безошибочно и больше всех отправила в банк. 5 тысяч рублей. Слабое звено Александр. У него лишь один верный ответ. Но как проголосуют игроки на этот раз? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Андрей. Алексей. Александр. Александр. Сергей. Александр. Ольга, вы верите в справедливость? Конечно. Боюсь, что после вашего голосования Александр перестанет в нее верить. Ведь по результатам всех раундов он был самым сильным игроком. По результатам этого раунда я думаю, что он был слабым. Я судила только этот раунд. Он, что называется, дал петуха, как говорят в пении. Ну, слишком резкий скачок совершил. Семен, вот Алексей не любит учителей. А Александр, охранник, у вас какие-то проблемы с законом? Нет, ну что вы, боже упаси. Нет, я проголосовал за Александра, потому что боюсь, что этот человек начал сдавать к более ответственным раундам. Он действительно сделал два очень обидных промаха. Очень обидных для этого сильного, на самом деле сильного игрока. Вы не прощаете людям мелкие промыслы. У нас слишком короткая дистанция, чтобы успевать что-то друг другу прощать. К сожалению. Охранник Александр, у вас украли выигрыш. Вы самое слабое звено прощаете. В принципе, никакой обиды Коль на Ольгу и на других игроков у меня конкретно нет. Конечно, в чем-то обидно уйти достаточно рано. А как все начиналось? А ведь какая могла быть песня? И совсем не петушины. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать 88 тысяч рублей. Из возможного приза в 150 тысяч. Вас осталось только 5. Раунд будет короче еще на 10 секунд. Теперь в вашем распоряжении всего 2 минуты. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Ольга. Итак, играем слабое звено. Время пошло. Ольга, портом какого моря является Архангельск? Северного. Неверно, Белого моря. Сергей. Архиоптерикс. Это ископаемая птица или рыба? Ископаемая птица. Верно. Алексей. Как во времена Римской республики назывались два высших должностных лица, избираемых на один год? Трибуны. Неверно, консулы. Семен. За эти фильм, в который Василий Луновой сыграл Артура Грея. Полы паруса. Верно. Андрей. В каком веке ученым гельмгольцем был сформулирован закон сохранения энергии? Восемнадцатом. Неверно, в девятнадцатом. Ольга. Какое слово в русском языке не имеет единственного числа, ножи или ножницы? Ножницы. Верно. Сергей. На каком инструменте обычно играют стоя, на контрабасе или виолончели? На контрабасе. Верно. Алексей. На завете французского поэта, автора сборника «Цветы зла». Моне. Неверно, Бадлер. Семен. Какой академик с восьмидесятого по восемьдесят шестой год находился в ссылке в городе Горьком? Андрей Дмитриевич Сахаров. Верно. Андрей. В переводе с греческого слово «аптека» означает «склад» или «покрив». Склад. Верно. Ольга. Назовите актрису, возглавляющую МХАТ имени Горького. Дарунина. Верно. Сергей. Бам. В каком государстве вы находитесь, если вы в городе Валдай? В России. Верно. Алексей. Какое животное в большинстве европейских стран называют элефантом? Слон. Верно. Семен. Назовите автора военно-теоретической работы «Наука побеждать». Суборов. Верно. Андрей. Какой итальянский актер снимался в фильмах Феллини, Антониони и Никиты Михалкова? Класс. Марчелло Мастрояне. Ольга. Дирижером Большого театра был Скрябин или Рахманинов? Скрябин. Неверно. Рахманинов. Сергей. Какой дворянский титул носил английский поэт Байрон? Лорд. Верно. Алексей. Банк. Назовите форму правления Франции. Республика. Верно. Семен. Как называется главный компьютер локальной сети одного предприятия? Сервер. Верно. Андрей. На каком континенте говорят на языке Суахили? Время вышло. Правильный ответ Африка. В этом раунде вы выиграли только 6 тысяч рублей. В чьем здоровом теле нездоровый дух? У кого от страха забудыхание сперло? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Второй раз за игру сильное звено Сергей. Правильно ответил на все вопросы и положил в банк 5 тысяч рублей. И третий раз статистика определила, что Андрей слабое звено. Удастся ли ему и на этот раз удержаться в команде? Грустование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Андрей. Андрей. Ольга. Ольга. Алексей. У нас ничья. Андрей и Ольга получили по два голоса. Семен, что вас раздражает в Ольге? Абсолютно ничего, с чего вы взяли. Что вам не нравится в ней? Не могу ничего особенно выделить. Тогда попробуйте объяснить, зачем вы написали ее имя на своей табличке. Я не знаю. Прошедший раунд все отыграли очень сильно. Она не исключение. Очень сильно отыграли прошлый раунд? Мне так кажется. 6 тысяч в банке? Кажется, я в этот момент не задумывался о сумме. Но игроки вели себя достойно. А Ольга запомнилась последними двумя неправильными ответами. Плохой стратег вы, Семен. Алексей, почему Андрей? Кроме учителей литературы, я не люблю собак. Андрей кинолог. А за игрой вы следите? Да, конечно. Я считаю, что в этом раунде он был объективно хуже всех. По-моему, он не ответил на три вопроса. Боюсь, что теперь Андрей окончательно укрепится во мнении, что собаки лучше людей. Сергей, по статистике вы были самым сильным звеном этого раунда. И по правилам нашей игры вы должны сделать выбор, кто покинет команду. Ольга или Андрей? Хочу напомнить вам, что по правилам нашей игры вы можете поменять свое мнение, если хотите. Я не буду менять свое мнение, это Андрей. Почему? Мне так хочется. Кинолог Андрей. Я. Сергей так хочет. Пусть получит. Вы самое слабое звено, прощайте. О таких людях, как Алексей, можно сказать следующее. Коли он не любит животных, собак, стало быть, и людей, значит, он любит только насекомых. Сергей захотел меня укусить, но моя собака сделает это первой. Береги штаны, Серега. Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет 94 тысячи рублей. Если бы вы достигли своей цели, то эта сумма составляла бы 200 тысяч рублей. Осталось 4 игрока. Мы отбираем у вас еще 10 секунд. И начнем мы с самого сильного звена прошлого раунда, это Сергей. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Сергей, какое название получили морские раки из-за того, что прячут свое тело в пустые раковины моллюсков? Отшельник. Верно, Алексей. Именные списки населения России 18-19 веков назывались ревизскими сказками или песнями? Ревизные сказки. Верно. Семен. Назовите героя, которого сыграл Олег Стриженов в фильме «Хождение за три моря». Афанасий Никитин. Верно. Ольга. Банк. Назовите шотландскую рок-группу, чей альбом «Громкий и гордый» стал бестселлером. Пас. Назарет. Сергей. Литература. Кто из сыновей Тараса Бульба был убит отцом за предательство? Остап. Неверно, Андрей. Алексей. Какое парнокопытное животное называется так же, как марка отечественного самолета? Пас. Як. Семен. Танцевально-музыкальный стиль Босанова возник в Испании или Бразилии? Бразилия. Верно. Ольга. В каком фильме Андрей Миронов сыграл роль сочинителя модных аберет и преподавателя музыки в женском пансионе? Небесные ласточки. Верно. Сергей. Из какого металла в сказке Андерсона был сделан стойкий солдатик? Олова. Верно. Алексей. Который час в Москве, если в Петропавловске-Камчатском полночь? Четыре часа. Неверно, три часа дня. Семен. Из скольких фаланг состоит большой палец руки человека? Из двух. Верно. Ольга. Каким женским именем названы водопад и озеро в Африке, а также пустыня в Австралии? Пас. Виктория. Сергей. Что предлагал перековать на орала известный лозунг? Мечи. Верно. Алексей. Какой город севернее, Казань или Оренбург? Казань. Верно. Семен. Какое название из-за формы получил кабинет президента США в Белом доме? Овальный кабинет. Верно. Ольга. Банк. Кто, согласно тексту басни Крылова, всегда виноват у сильного? Слабый. Время вышло, правильный ответ бессильный. На этот раз вы положили в банк 10 тысяч рублей. Кто окончательно оторвался от реальности? Кто витает в империях? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Сильное звено Семен. Сильное звено Семен. Только он в этом раунде верно ответил на все вопросы. Слабое звено Ольга. У нее лишь один правильный ответ. Но будет ли голосование объективным? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Ольга. 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 Алексей. Сергей, сколько денег в этом раунде заработала команда? 10 тысяч. Благодаря кому они попали в банк? Благодаря тем, кто правильно отвечал на вопросы. Если вы правильно отвечаете на вопросы, но вовремя не кладете деньги в банк, вы все равно остаетесь без них. Кто потом положил деньги в банк? Не знаю, я не следил за этим. Я вам напомню, это Ольга. Если бы не Ольга, у вас в банке не было бы ни копейки. Меня это не пугает. Даже при ваших правильных ответах. А сколько денег могло бы быть в банке? 50 тысяч. Нет, реально в этом раунде с вашими ответами... Ну, сколько могло бы быть, столько и оказалось в банке 10 тысяч. В этом раунде реально в банке могло быть 15 тысяч. Ну, разница небольшая. Благодаря вашим правильным ответам. Но это для вас 5 тысяч небольшая разница, а для кого-то 5 тысяч это очень большие деньги. Из-за кого у вас в банке не 15, а 10? Кто потерял эти 5 тысяч? Не знаю. Я вам скажу, это был Алексей. Алексей, как вы думаете, почему после вашего провала команда все-таки оставила вас в игре? Потому что Ольга так же провалилась в этом раунде, как и я. Но Ольга не потеряла деньги, которые заработала у тебя команда? Меня так же, как и Сергей, это мало волнует. Зачем вы пришли к нам на игру? За новыми впечатлениями. Получили? Массу. Потерите себя не знанием. Ну, это сложно описать словами, это на уровне эмоций. И какие эмоции вы получили? Выжатый лимон. Ну, я не знаю, как будет играть выжатый лимон дальше. Ольга, ваши заслуги не оценили по достоинству. Вы самая слабая смена. Прощайте. Сергей лукавит однозначно, когда говорит, что его не волнуют деньги. Видно, что человек пришел за деньгами на передачу. Видимо, другого способа заработать не имеет. Алексей, ну, раз он выжатый лимон, наверное, как бы он сам себя уже приговорил к проигрышу. Я уверена, что у любого из этих игроков выиграла бы в финале. Раунд шестой. И у вас в банке 104 тысячи рублей. Хотя могло быть 250 тысяч. У вас осталось только трое. Раунд будет короче еще на 10 секунд. Мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Семен. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Семен, с каким хлебобулочным изделием сравнивают неэмоционального черствого человека? Сухарь. Верно. Сергей, какое государство является республикой? Монако или Сан-Марина? Сан-Марина. Верно. Алексей, какая команда киносыщиков появилась благодаря сценаристам Ольге и Александру Лаврову? Знатоки. Верно. Семен. Джордж Эллиот. Это английский писатель или писательница? Это писательница. Верно. Сергей, сколько городов федерального значения в России? Десять. Неверно. Два. Алексей, бригантина, это парусное судно или проход? Парусное. Верно. Семен. Сколько звезд на погоне старшего лейтенанта вооруженных сил России? Три. Верно. Сергей, какую горную систему называли каменным поясом в земле русской? Урал. Верно. Алексей, во время Первой или Второй мировой войны погиб Антуан де Сент-Экзупери? Первый. Неверно. Второй. Семен. Назовите высшее научное звание в России? Академик. Верно. Сергей, яд курары использовали индейцы Северной или Южной Америки? Южной. Верно. Алексей, назовите автора романа обломов. Гончаров. Верно. Семен. Банк. Как в психологии называют людей, которые без особого принуждения трудятся сверх всякой меры? Трудоголики. Верно. Сергей, город Сопот находится в Польше или Болгарии? Польша. Верно. Алексей, какое животное в романе Монтажа? Мастер Маргарита носил имя Бегемот. Кот. Верно. Семен. Банк. Как называется и денежная банкнота, и сокращение в каком-либо фильме? Купюра. Верно. Сергей. Банк. Уроженцы США или Мексики носят прозвище Янки? США. Верно. Алексей. Банк. Поэт Сергей Есенин входил в группу имаженистов или афнеистов? Имаженистов. Верно. Время вышло. За этот раунд вы положили в банк 22 тысячи рублей. В седьмом раунде мы удвоим ту сумму, которую вы заработаете. Это значит, что в следующем раунде у вас есть возможность выиграть 100 тысяч рублей. Но сейчас вам необходимо ответить на главный вопрос. По ком уже звонит колокол? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Второй раз подряд Семен – сильное звено. Слабое звено – Алексей. Один его неверный ответ лишил команду 5 тысяч рублей. Но кто же останется в финале? Голосование окончено. Пора узнать, кто, по вашему мнению, самое слабое звено. Алексей. Семен. Алексей. Семен, расскажите Алексею, в чем он не прав? Затрудняюсь ответить. В прошлом раунде он был самым слабым звеном. В этом он не исправился. И я не хотел бы встретиться с этим человеком в финале. Это все. Сергей, что вы можете добавить? Или и в этот раз пальцем в небо? На этот раз нет. Что на этот раз? Мне так же, как и Семену, хочется видеть в финале рядом с собой сильного соперника. Если выиграть, то это доставит большое удовольствие. Если проиграть этому сопернику, то лучше проиграть сильному, чем слабому. Круглый отличник Алексей. Вы знаете, как поступают с выжатым лимоном? Его выкидывают. Вы самое слабое звено. Прощайте. Семен умный мальчик. Он все просчитал, так же, как и Сергей, выбив меня из полуфинала. И я думаю, Сергей, он одолеет. Раунд седьмой. Вы выиграли 126 тысяч рублей из возможных 300 тысяч. Сергей, Семен, вас осталось только двое. На этот раз в вашем распоряжении будет всего 90 секунд. Но любая сумма, которую вы заработаете в этом раунде, будет удвоена и добавлена к той сумме, которая у вас уже есть в банке. Это и составит финальный приз. В этом раунде наканул 100 тысяч рублей. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Семен. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Семен, как называется и оболочка твердой земли, и одежда судей и королей? Манте. Верно. Сергей. На какой реке находится братская ГЭС? На Енисеи. Неверно, Ангара. Семен. В какой пьесе Островского есть персонаж по имени Робинзон? Пасм. Беспреданница. Сергей. Какой австрийский город дал название легкой и прочной мебели изгнутого дерева? Пасм. Вена. Семен. Назовите русского былинного богатыря, носившего отчество Никитич. Добрыня. Верно. Сергей. Как называется и свинцовая таможенная печать, и специальный материал для лечения зубов? Пломба. Верно. Семен. Панк. В какой части света находится государство Македония и Албания? В Европе. Верно. Сергей. Назовите герой Артура Конан-Дойля, приверженца дедуктивного метода. Шерлок Холмс. Верно. Семен. Как называется перевод, выполняемый непосредственно вслед за произнесением фраз на иностранном языке? Подстрочный. Неверно синхронный. Сергей. Джеймс Кук это английский или американский мореплаватель? Английский. Верно. Семен. Реверс. Это лицевая или оборотная сторона монеты? Оборотная. Верно. Сергей. Банк. Какой город является конечной целью поезда «Красная стрела», который отправляете из Москвы? Санкт-Петербург. Верно. Семен. Какое слово Владимир Даль в своем словаре определил как отдых тела в забытии чувств? Сон. Верно. Сергей. Банк. Название какого предмета одежды служит названием оборотной стороны игральных карт? Рубашка. Верно. Семен. До 1920 года Краснодар назывался Екатеринодаром или Екатеринославом? Екатеринодар. Верно. Время вышло. Вы двое в этом раунде заработали 6 тысяч рублей. Ну что ж, мы удвоим эту сумму и добавим к тому, что было заработано в предыдущих раундах. Это значит, что общий приз сегодня составляет 138 тысяч рублей. Но только один из вас сможет забрать эти деньги с собой. Сейчас вам придется играть друг против друга. Лицом к лицу. Вы по очереди ответите на 5 пар вопросов. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Правило очень простое. Если после 5 пар вопросов у нас ничья, мы продолжаем игру до первого проигрыша. Пока не определится победитель. Итак, Семен. Сергей. На кон поставлено 138 тысяч рублей. Играем в слабое звено. Семен, как сильное звено по итогам прошлого раунда. Вы выбираете, кто будет первым отвечать на вопросы. Отвечать первым буду я. Семен. Назовите мультфильм, получивший в 2002 году Оскара. Героями которого стали Ослик, Людоед и Принцесса. Название этого мультфильма Шрек. Это правильный ответ. Сергей. Какую марку телевизора, серийный выпуск которого был начат в СССР в 49 году, разработали инженеры Варшавский, Кенигсон и Николаевский? К.В.Н. Это правильный ответ. Семен. Каким словом в переводе, означающем сохранение, в Италии назывались приюты для сирот и беспризорных, где детей обучали ремеслам, а затем и музыке? Их называли консерваториями. Это правильный ответ. Сергей. Назовите фамилию управляющего имениями в Ирландии, знаменитого тем, что в 80-х годах 19 века арендаторы, возмущенные его жестокостью, в знак протеста прекратили с ним всякие отношения. Байкот. Это правильный ответ. Семен. Какому художнику эпохи Ренессанса посвящен роман Мережковского «Воскресшие боги»? Он посвящен Леонардо да Винчи. Это правильный ответ. Сергей. Сергей. Какой знаменитый астроном стал героем пьесы Бертольда Брехта? Джордана Бруно. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Галилей. Семен. Назовите президента США, лауреата Нобелевской премии мира в 80-м году, объявившего о бойкоте Олимпийских игр в Москве. Это Рейган. Это неправильный ответ. Правильный ответ – Джимми Картер. Сергей. Какому императору принадлежат слова, сказанные после премьеры Ревизора? Ну и пьеска. Всем досталось, а мне больше всех. Николай Первый. Это правильный ответ. Семен. Назовите императрицу, портрет которой во время реставрации был обнаружен под единственным прижизненным портретом Емельяна Пугачева. Это императрица, главный оппонент Емелья Пугачева, Екатерина Вторая. Это правильный ответ. Сергей, если вы сейчас ответите неправильно, вы проиграете. Назовите американского художника, считавшего, что газовый насос не менее привлекателен, чем дерево и создавшего один из шедевров поп-арта – 200 банок супа Кэмпбелл. Энди Ворхол. Это правильный ответ. После пяти пар вопросов счет равный. Мы продолжаем игру до первого проигрыша. Вопросы по-прежнему будут задаваться парами. Семен, если вы правильно отвечаете на вопрос, Сергей тоже должен ответить правильно, иначе он проиграет. Семен, если вы даете неправильный ответ, а Сергей отвечает верно, он выигрывает. Итак, Семен, Сергей, играем до первого проигрыша. Семен, назовите русского изобретателя, возглавившего механические мастерские Российской Академии Наук в 1769 году. Кулибин. Это правильный ответ. Сергей, назовите драматический театр Москвы, который в свое время называли вторым университетом и домом Щепкина. Малый театр. Это правильный ответ. Семен, назовите балет Хачатуряна, действие которого происходит в армянском колхозе и горном становище Чабанов. Гаяне. Это правильный ответ. Сергей, какой русский оперный певец был признан лучшим баритоном мира и о ком Таймс написала «Он пришел, он спел, он победил»? Собинов. Это неправильный ответ. Правильный ответ Дмитрий Хворостовский. Семен, сегодня вы самое сильное звено и вы уходите домой с суммой в 138 тысяч рублей. Сергей, вы уходите ни с чем. Вы смотрели программу «Слабое звено». Это была всего лишь игра. До встречи. Я вряд ли что-то вразумительное сейчас могу сказать. Упасть в обморок, пожалуйста. Колени уже подкашиваются. Уже не первый тур. Команда была превосходной. Сергей в финале был великолепен. Он был достоин победы так же, как и я. Ну и, наверное, мама, зря ты меня сюда не отпускала. Команда была превосходной.